Несмотря на действия карантинных ограничений, больницы республики продолжают оказывать помощь пациентам в полном объеме. Более того, в условиях пандемии Минздраву удается проводить реорганизацию. Так, на базе столичной железнодорожной больницы еще в марте создали клинику медицинных катастроф. А ее приемный покой теперь выполняет функции отделения экстренной неотложной помощи. Как организована работа, расскажет Алена Бакуменко. По скорой сюда поступают больные со всей республики. Отделение несет ургентность сутки через двое. Всех поступивших врачи в первую очередь осматривают и ставят предварительный диагноз. При необходимости производят дополнительное обследование. Здесь пациенты могут находиться до трех суток. В первые сутки производится динамическое обследование и наблюдение. И потом в зависимости от тяжести состояния больного, либо он же после первых суток переводится в специализированное отделение, либо ему продолжает оказываться неотложная помощь. И в дальнейшем он может даже быть выписан из отделения неотложных состояний на амбулаторное лечение. В случае поступления больных с различными ранами в отделении сразу же могут провести малое оперативное вмешательство. Здесь для удобства оборудована своя операционная. Под рукой все необходимые инструменты и аппаратура. Здесь выполняется малая операция, первичная хирургическая обработка. В зависимости от тяжести пациента, если там проникающие ранения грудной клетки, брюшной полосы, они подаются сразу в операционную. Операционный блок. Если поверхностные раны, передние брюшные стенки, конечность, стены, то выполняется здесь, который не нуждающийся в лапаротомии, под местной анестезии, выполняется здесь малая операция. Сами врачи называют это отделение сортировочным, поскольку здесь пациенты могут находиться несколько дней до полного выяснения всей клинической картины. Сокращает время нахождения пациента и сокращает самое основное время до начала оказания квалифицированной специализированной медицинской помощи. То есть приближает, скажем так, технологии медицинские и медицинские услуги к пациенту. Филиал клиники медицины катастроф создали в рамках оптимизации коечного фонда и реорганизации системы здравоохранения еще в марте. На данный момент это направление все еще развивают. Все, что сейчас установлено в отделении экстренной медицинской помощи, это лишь малая часть запланированного. В ближайшее время здесь намерены установить новый аппарат компьютерной томографии, а уже в следующем году закупить и запустить в работу медицинское оборудование, в том числе для операционных. Алена Бакуменко, Александр Каплеев и Данил Юшин. Вести. Луганск. 24.